Сейчас у нас с JavaScript спрыгиваем на PHP. Нормально спрыгнул, ты с тамбора что ли спрыгивал? Как ты думаешь, вот с JavaScript на PHP это с какой-то, с платформы на платформу или как это? Это с героина на спидбол. Это когда уже героин с крэком, с кокаином вкалываешь и нормально. Вот, да. И тем не менее, статья на хабре. Так. Так, блеск и нищета PHP, эволюция языка от четвертой версии до седьмой с E1. С хвостиком? С хвостом, да. И с восьмушкой. Мне интересно, это перевод или нет? Хотя какой это перевод? Там же такие срачи были, что нет. Нет, не перевод. Слушай, вот судя по мему на английском, я думал перевод. Обычно именно в переводах используются оригинальные мемы, но тут, видимо, чувак просто английский любит. Видимо, найдет, да. И он действительно интересную написал статью о том, что вот, говорит, сейчас вот, говорит, скоро состоится релиз 7.1. И хочется оглянуться назад, просто понять вообще, что было. И насколько, даже он пишет, поразжигать, зачеркнуто, поразмыслить о роли PHP в современной экосистеме. И вот, говорит, вернемся во времена PHP 4. Это тогда примерно WordPress, Bitrix, появился миллион других CMS и домашних страничек. Да. И, говорит, тогда вообще PHP, до пятой версии, можно было назвать языком с натяжки. Особенно он грешит, что там были вот зачатки. О-п-п. Но, говорит, лучше бы их не было. Ну. У нас только зачатки. Я, честно скажу, не застал. Я уже с пятой все-таки версии как-то это. Да-да-да. Просто, как бы, пятая, она и не то, чтобы недавно появилась. То есть, там все равно это, что только в середине нулевых. Каждый второй сайт работал с включенными галочками Magic Quotes. То есть, все переменные, которые прилетали от браузера, магически экранировались. Что якобы позволяло безопасно вставлять в базу данных. Как это круто звучит, безопасно вставлять в базу данных. На деле же, универсальным CMS приходилось это дело чистить. В общем, мрак. Но для новичка якобы было удобно вставлять все, что прилетело в базу, и не париться. Ну и, в общем, было, была жесть. Страх, ненависть, боль, как он нашел. А потом появился PHP 5. И это 2004 год PHP 5. Это достаточно давно. Вы не думайте. Я, на самом деле, наши подписчики могли видеть. Я на экране. Пока ты это все говорил, я загуглил, в каком году. Хотя мог просто проскролить. Сразу видно, не моя тема. Не готовился, не знал, что там дальше. И сразу видно, моя тема тоже не готовилась. И не знал, что там. Так. PHP 5.0. 2004 год. Нам было 13 лет. И тогда уже был рывок у PHP. Представляешь, когда нам было 13 лет, у нас другой какой-то рывок был. А у него-то там, у PHP-то, было в ООП, был рывок огромный. И здесь, я вам просто позволю себе зачитать, потому что здесь охренеть. Появились модификаторы доступа. Такие как Public, Protected, Private. Но это мы все знаем. Ну, как бы, да, это основы основ ООП. Выделились статические методы. Появились интерфейсы, деструкторы, Reflections API, Reflection, простите. Работа с исключениями, магические методы Get и Set, Итераторы. Хвала господу. Господу. Array Access и многое-многое другое. Я там не буду читать, там, Hype Typing, это да и тп. Type Type, Type Hiptin. Да, Hiptin. Hype Tanding, нормально. Вот, да. В общем, короче говоря, PHP, это был тупо отдельный новый язык. PHP 5, смотри, PHP 5. Из Java многое они взяли для, как это сказать, любознательных подписчиков. Не просто так, из C, а все-таки из Java. Ну, естественно, в PHP 5 уже выросла скорость, написано, в два раза, чем в PHP 4. Угу. Дальше пошло PHP 5.1 и PHP 5.2. И это 2006-2009 годы, то есть, в принципе, прошло какое-то время. Всего лишь обновили чуть-чуть, но прошло какое-то время, да. И не принесли много изменений в самый язык новой версии. Их были всего парочка, магические методы, и set, и unset. Мне очень понравилось, что появилась функция JS Encode. Я вот сейчас без нее не представляю свою работу, когда джейсончик прилетает, как бы еще-то его пощупать за мягкое. Да. Без этого метода. То есть, обработка JS, джейсона. Джейсона, да. Далее. PHP 5.3, 2009 год. Это уже, в принципе, ну так, пошло-пошло, уже 2009 год. Мы уже школу закончили. Мы школу уже закончили, а там вовсю PHP перло. Стало очередным прорывом в языке. PHP перло. Посмотри, какой каламбур. Да, согласен. Самое главное, появились неймспейсы. Ух ты. Аналог пэкэдж в Java. Ну, ты вот с Java не знаком, но что такое неймспейсы знают практически каждый. Слушай, они сильно, видишь, они как на Java-то смотрят. Ну, слушай. Как на старшего брата. На божничку ставят. Заметь, лямбды появились и замыкания в пище 5.4. 5.4. 5.3. А в Java они появились на 5 лет позже. Ну, лямбды появились, скорее всего, они играли в Half-Life. Half-Life, прости. Они уже третьи ждали в том году, в 2009. Да. А, кстати, возможно, прям даже уже тогда. Примерно так и есть. Да, с тех пор примерно и ждем. Появился оператор GoTo, сокращенный тернарный оператор вопросик. Это круто, обожаю. Вместо if. Появился оператор Static для позднего статического связывания. И магический метод CallStatic. Ну вот, короче говоря, там PHP, FPM, включим видор, чтобы это не значило. А я тебя прям, я даже не знаю, расстрою или обрадую. У нас на юбдизайне.ру используется PHP, FPM. Он с ингинксом работает. Это что, фак? Fast meter? Я не помню. Ну, короче, fast CGI там, и можно количество воркеров разделять. И у нас по количеству ядер 8 воркеров одновременно хреначат. Вот это в PHP, FPM стало возможным. Что он как бы параллельнит чуть-чуть. Блин. Fucking parallel mode. Отлично. PHP 5.4 2012 год. Это уже осознанный возраст. Уже большенький. Здесь, наконец-то, полностью выпилены магические кавычки. И register globals. То есть, в какой-то версии они были deprecated. А начиная с 5.4 их, наконец-то, грохнули. Кстати, интересный факт. На одной конференции Erasmus Lerdorf, ну, создатель PHP, сказал, что голосовал рублем практически против выпиливания Magic Quotes. Что, на мой взгляд, очень странно. То есть, возможно, странные вещи. Ну, мы, кстати, говорили в прошлом подкасте, 104, да, выпуск. Да, был 104. Про Erasmus Lerdorf и вообще, какой он чувак. Да, он даже говорил, что он ненавидит программирование. А просто любит решать проблемы. Да, ну, в общем, опять же, до хрена чего появилось. Например, короткая запись массива вместо array123 стало просто написать в квадратных скобочках. Привет, JavaScript программисты. Да, да. Наконец-то вы смогли здесь это написать. PHP 5.5. 2013 год. То есть, через годик. Генераторы. Ключевое слово. Finally. А также разыменование литералов массива и строки. Нормально. Нормально идет. Нормально идет. PHP 5.6. 2014 год. Используем выражение в константах. В общем, такие небольшие уже апгрейды пошли. PHP 6. Никогда. Как от нуля до сотни. Никогда. Да, он не вышел. Он не вышел. Главный челлендж этой версии был в поддержке УТФ на уровне ядра. Но, короче, столько работы оказалось, что просто нахрен надо. Давайте сделаем PHP 7, который вышел. Они уже по этим, по суеверным скальне. Шестая версия. Фу. Да. Давайте. В 2015. PHP 7. Нормас. Седьмая версия стала очередным прорывом в языке, сопоставимая с 5.0 и 5.3. То есть охренеть как. Во-первых, все стало быстрее работать раза в 2-3. Во-вторых, в type hitting, то есть hype typing тот самый, стало возможно использовать скалярные типы int, string и т.д. Ну, это мы с тобой в нашем подкасте «Суровый веб» часто обсуждали. Я попробую в прямом эфире на ewebdesign.ru в поиске на сайте ввести PHP 7. И что бы ты мог подумать, 61-й подкаст сразу вылазит молниеносно. PHP 7. Что нового ждет нас? И там мы с тобой уже это прям обсудили. Даже был 32-й подкаст. И в нем тоже мы обсуждали PHP 7. Обсудили перспективы мы с тобой тогда еще. Это, по-моему, в 2004 году еще было. Мы с тобой записывали 30-й подкаст. Согласен. Но вообще в 2015-м. Прямо тогда он выходил, и мы с тобой уже перспективы обсуждали. Представишь, давно здесь сидим. Согласен. То есть мы следим за ростом вот PHP. И что самое главное, PHP 7.1, который сегодня уже... Тут, мне кажется, многое, конечно, наложило руку Facebook. Они же там ХХВМ. Ну, так видишь, ХХВМ так и не стал, так скажем, интер... Как сказать... Короче, его думали основным сделать в PHP 7. А не стали, потому что не хотят зависеть от Фейсбука. Уволили Фейсбук за хороший скилл. Да, и здесь, опять же, много чего добавили в 7.1. Но, опять же, это мелочи по сравнению, конечно, с 7. Но самое главное, это тип возвращаемого значения void. То есть если в таком методе будет return, вызывает fatal error. Чтобы была функция, которая явно что-то делает. Не возвращает значение, а именно что-то делает. И в противном случае вызывало бы fatal error, если вдруг там return какой-то появился. Это прикольно. Это прикольно. И конклюжен, то есть вывод. Что мы имеем в итоге? В итоге мы имеем хороший язык для веба. У которого есть все. Фреймворки, например, такие как Symfony и Yi. Менеджер зависимости и т.д. Но порог входа теперь совсем другой, подчеркиваю. То есть человек, который пишет на современном PHP, должен как минимум знать кучу OOP Best Practices. Использовать фреймворки и Composer. Знать кучу фич языка и его расширения. И он говорит, что, блин, есть вот просто куча людей, которые вот и думают про PHP, и вообще работают на PHP, как все еще на PHP 4. И это как бы не делает чести никому. Согласен. И поэтому все думают, в том числе... Низко даже как-то. Да, работодатели в том числе думают, ну ты же на PHP ходишь, тебе что там платить-то? Потому что, ну как бы, ну что, PHP 4. А на самом деле это уже практически, ну, большой такой язык с OOP, со всем дерьмом. Вот. Поэтому вот такая вот мораль, что PHP, она сейчас делится. Митозом или миозом? Классический вопрос наш. Да, да, да. Просто здесь, видишь, он дальше еще... Я как бы высказываю свое мнение, а мое мнение это последний абзац, предпоследний. Угу. После внедрения в язык кучи языковых конструкций он стал не очень привлекательным для новичков. Скорее новичок выберет Go из-за простоты. Неужели он такой простой? Видимо. Там просто Go пишешь и Go. Согласен. Go, Go, Go. По-контре. Но при всем своем развитии, который я очень сильно приветствую, PHP не дотягивает до языков кровавого Enterprise. Мне нравится метафора. Кровавый Enterprise. Как там, Алмаз был? С ДиК, причем, фильм? Кровавый Алмаз. Не знаю. Или Остров какой-то был. Остров Проклятый. Проклятый Остров. А Кровавый Алмаз тоже был. По-моему, тоже с ним. Пойму в эфир. Кровавый. Сейчас порно будет. Ну. Смотрите, пацаны. Ну и пусть. Кровавый Алмаз. Так. Триллер-драма, да, с ДиК, причем, фильм. Ну, это как... Премия Оскар за лучшую мужскую роль. Тогда не с ДиК, причем. Опа. О, Сань. Ай, ой. Номинация, номинация. ДиК, причем, все-таки, там ее номинировали, не дали. Награды были только Image Award какой-то. Лучший актер второго плана, даже и не ему дали. Ну, короче, был такой фильм с ДиК, причем. Видишь ты, как я тебя подловил-то. Ну, ладно, так. Так вот. До языков кровавого энтерпрайза, значит, они дотягивают PHP 7. Как ДиК, причем, это Оскара. Да, не дотягивал таких, как C-Sharp или Java. Эпизация все же не совсем строгая. Нормальной многопоточности, считай, нет. Несмотря на FPM fucking параллель модул. И все еще есть костыли разных видов. Ну, короче говоря, вот PHP 8, скорее всего, будет прям вообще круть. Видимо. Мне LinkedIn пишут. На который ты зайти не можешь, чтобы посмотреть, что они пишутся, что его заблокировал разком надзор. Да. Как вы думаете, есть ли своя ниша у PHP, чем она заключается? Я не для того, чтобы потроллить. Мне правда очень интересно. Мне, кстати, даже не за минусили чуваку. А реально интересно. Не, он молодец, он молодец. Он написал так прям без троллинга, без всего, прям хорошо. Без сарказма, просто написал. Нормально, хорошая статья. Эспектус. Вот такие надо, Сань, писать, чтобы из песочницы выйти. Согласен. Хорошо сейчас было. Не потроллить ты просто, а тебе интересно, да, было? Так, давай.